Продолжая тему энергоэффективности, можно утверждать, что утепление фундамента также важно, как и утепление стены кровли, так как утепленный фундамент является неотъемлемой частью энергоэффективного дома. Напомню, что базовым принципом строительства энергоэффективного дома является возведение неразрывного герметичного теплового контура, отсекающего все мостики холода. Соблюдение данного принципа сводит к минимуму теплопотери через ограждающие конструкции. Итак, для чего нужно утеплять фундамент? Если возводить фундамент по устаревшим методикам, без утепления, то через бетон в грунт уходит тепло, на выработку которого была затрачена энергия. А в дом, через фундамент, проникает холод снаружи. Фундамент в этом случае выступает как мостик холода. Это в свою очередь приводит к росту энергопотребления в доме и увеличению расходов на отопление в течение всего отопительного сезона, который в зависимости от климатической зоны в нашей стране в среднем длится от 6 до 8 месяцев. Общие теплопотери дома через неутепленный фундамент могут доходить до 20%. Поэтому для минимизации теплопотерь фундамент, включая его подошву, нужно теплоизолировать материалом, предназначенным для длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях, то есть под землей. Сюда относятся повышенные нагрузки от давления пучинистого грунта снизу, и сущих конструкций сверху, отрицательной температуры, сезонный цикл оттаивания и замораживания, а также негативное воздействие грунтовых вод. То есть утеплять подземные части дома следует теплоизоляционными материалами, способными работать во влажных условиях без изменения своих теплоизоляционных свойств. Для этого хорошо подходит экструзионный пенополистирол, который за счет низкого коэффициента теплопроводности, высокой прочности нажатия, минимального коэффициента водопоглощения и долговечности, а срок службы экструзионного пенополистирола в грунтах не менее 50 лет, сохраняет свои высокие теплоизоляционные характеристики в течение всего срока эксплуатации. Кроме этого, экструзионный пенополистирол стойк ко многим химическим соединениям и не подвержен вредному воздействию агрессивных веществ, которые могут содержаться в грунте, например, соли и щелочи. Также экструзионный пенополистирол биологически нейтрален, поэтому материал не гниет и не плесневеет. Следует отметить, что утепление фундамента, помимо экономии средств на отопление дома, приводит к существенному уменьшению затрат на строительство. Например, при устройстве мелкозаглубленных фундаментов, снижение затрат происходит за счет снижения стоимости работ по выемке грунта. Все, что требуется, это снять верхний плодородный слой для последующей замены грунта на более прочный. Утеплив такой фундамент в основании и по периметру можно избавиться от теплопотерь, а сделав утепленную отмостку, можно значительно снизить разрушительное действие сил морозного пучения. Что касается самого морозного пучения, оно возникает из-за того, что при отрицательных температурах влага, содержащаяся в почве, замерзает, затем расширяется в объеме и давит на грунт. Это приводит к деформации грунта, а также фундамента и всего дома. Для того, чтобы снизить действие сил морозного пучения, рекомендуется применять несколько противопучинистых мероприятий, которые дополняют друг друга. Так, например, сформировав дренажную систему, вы отводите влагу из-под фундамента, а сформировав утепленную отмостку, сдвигаете изотерму холода за пределы пятна застройки. В результате, благодаря дренажной системе, содержание влаги в грунте гораздо меньше, а благодаря утепленной отмостке, она не замерзнет и, соответственно, не возникнет морозного пучения. Что касается экономии, то при возведении фундамента по классической технологии, когда фундамент заложен ниже глубины промерзания, объем земляных работ и работ по бетонированию значительно выше, чем при использовании технологии мелкозаглубленных фундаментов. Итак, если сравнить два вида фундаментов, мелкозаглубленный, при котором снимается только плодородный слой грунта, и традиционный, заложенный ниже глубины промерзания, то очевидно, что дешевле, проще и быстрее возвести фундамент первого типа, то есть фундамент неглубокого заложения. В итоге утепление фундамента уменьшает нам теплопотери, минимизирует или полностью устраняет действия сил морозного пучения, сокращает расходы на отопление, уменьшает строительные затраты и, наконец, увеличивает срок службы фундамента и всего дома. В следующем видео мы разберем вопрос, что такое технология несъемной опалубки. Этот метод используется для устройства утепленного фундамента. Поэтому не пропустите, а я благодарю вас за внимание. Всем удачи, всем пока.